Добрый вечер, уважаемые трейдеры! С вами я Мария Кухта и предлагаю вашему вниманию свежий обзор рынков на присоящий торговую неделю. Ребят, посмотрим мы сегодня с вами рынок Forex, есть торговые идеи по Forex, а также посмотрим металлы, золото и серебро. Я напомню, что все рынки я анализирую по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг, если есть хорошие торговые паттерны, которые рынки формируют по моей стратегии, тогда я даю торговые сигналы и публично в обзорах, и даю торговые сигналы в своем закрытом телеграм-канале. Ну что ж, давайте начинать. И начнем мы с вами с валютного рынка и индекс доллара. По индексу доллара ожидаю дальнейшего падения. Ребят, шарты себя неплохо отработали, то есть те шарты, о которых я говорила на прошлом обзоре. Обзор вышел в среду 21 февраля на моем ютуб-канале Мария Кухтотрейдер. Кто еще не смотрел? Посмотрите, я светло шарсить индекс доллара и, соответственно, работать на покупку по евро, на покупку по фунту. Эти позиции себя очень хорошо отработали. Еще в четверг 22 февраля мы увидели хорошее движение закономерное в сторону ослабления американского доллара, и индекс доллара у нас показал такое локальное снижение. Несмотря на выкуп, который произошел у нас под конец четверга, то есть мы увидим, что закрыли дневку, мы довольны с таким хорошим выкупом, но тем не менее я считаю, что текущая картина у нас не меняется, и текущая картина подтверждает дальнейшие продажи по индексу доллара и, соответственно, дальнейшие покупки по евро и по фунту. Если рассматривать индекс доллара, то, смотрите, у нас происходит консолидация позиций последние три торговых дня в рамках предыдущего давления. То есть эта консолидация фактически подтверждает дальнейшие шарты, шарты в сторону давления, которое произошло по индексу доллара еще начиная с 14 февраля. Консолидация позиции ниже откатного ключевого для уровня сопротивления 104.15, это консолидационное сопротивление, ниже которого советую шартить индекс доллара. Поэтому шарты либо секущих, либо еще от локальной коррекции до 104.15, и уже оттуда увидим продажи в сторону защитного движения, то есть в сторону давления вниз, которое произошло ранее по данному инструменту. Какие перспективы у нас открываются? Перспектива на обновление минимума в прошлой торговой неделе, то есть фактически минимум четверга, и ниже. Дальнейшая цель для снижения – это поддержка в районе 103. Поэтому если торгуете индекс доллара, можете рассмотреть данный инструмент для открытия шартов, и дальше уже буду сопровождать свою торговую рекомендацию в своих следующих публичных обзорах, а также в закрытом телеграм-канале ВИП Мария Кухта. Евро давайте смотреть. Ребята, по валютной паре евро-доллар у нас отличная реакция наверх произошла. 21 февраля записывала обзор, в котором советовала покупать евро. Ребята, это последнее видео, которое есть сейчас в открытом доступе на моем ютуб-канале Мария Кухта Трейдер. Все видео есть в открытом доступе. Подписывайтесь на мой ютуб-канал для того, чтобы всегда получать хороший аналитический контент от меня с анализом основных финансовых инструментов. Итак, евро. Замечательная реакция наверх. В четверг, 22 февраля, мы с вами увидели отличный импульс наверх по евро-доллару. И что сейчас? Сейчас ситуация у нас не меняется. Евро находится в поджатии наверх, и евро находится в локальной восходящей тенденции. Поэтому советую дальше покупать евро выше откатного уровня поддержки в районе 1.08. Психологический откатный уровень поддержки, который мы удержали и в четверг, то есть на него мы показали реакцию локальную, выше этой отметки закрылись в среду. Показываем сейчас хороший поджатий наверх на дневном таймфрейме, поэтому сейчас ситуация по евро подтверждает дальнейший рост. Евро-доллар покупаем выше 1.08. С целью на пробитие максимум прошлой торговой недели и выше. Ребят, хорошо отрабатывает евро мою торговую рекомендацию. То есть мы уже первую цель достигли. Ту цель, которую я говорила в прошлом видео, это район 1.08.70. Значит, конституционный уровень сопротивления. Здесь на самом деле такая зона сопротивления сформировалась. 1.08.70, 1.09, ценовая зона сопротивления, на которую у нас евро-доллар показал реакцию в четверг. Но, как я уже сказала, это не мешает дальше работать на покупку, потому что ситуация по дневкам у нас подтверждает лонги, и ситуация по дневкам у нас лонговая. Поэтому евро-доллар, дальше работаем лонгом. Буду сопрождать торговую позицию по евро в следующих видеообзорах, поэтому следите за моими видео, и всегда будете узнавать актуальную информацию по основным финансовым инструментам, в том числе и по валютной паре евро-доллар. Доллар-франк. Давайте смотреть, ребят. По доллар-франку у нас происходит такая хорошая длительная консолидация позиции в рамках предыдущего импульсного снижения. Защитное движение по USDCF у нас произошло 15 февраля. Это шартовый импульс, в рамках которого происходит консолидация позиции. Поэтому доллар-франк торговая идея шартим USDCF ниже ключевого консолидационного уровня сопротивления 0,8840. Плюс обращаем внимание на максимум пятницы и максимум четверга. Это ценовая отметка в районе 0,8820. Можно шартить с текущих. Я считаю, что неплохие шансы для того, чтобы уже с текущих падать у нас есть. Но также возможно, что локально еще будем добирать торговую позицию до сопротивления в районе 0,8840. То есть до ключевого консолидационного уровня сопротивления по доллар-франку. Поэтому работаем на снижение. Здесь у нас сформировался самодостаточный паттерн шорта против предыдущей восходящей тенденции. Но тем не менее паттерн шартовый показывает возможность работать на снижение по данной валютной паре, что в принципе я вам и советую. Какая у нас цель для снижения? Ближайшая цель – это минимум четверга 0,8740 ценовая отметка и ниже. То есть в принципе есть шанс для того, чтобы возможно и развернуть текущую восходящую тенденцию, которая происходит за последние месяцы по USDCIF. Но посмотрим по факту. В любом случае нужно будет сопровождать торговую позицию дальше. Как именно сопровождать? Осмотреть, сохраняются ли дальше торговые шартовые паттерны? Подтверждаются ли они и появляются ли новые шартовые паттерны? Если да, тогда можно удерживать продажи, добавляться на продажи по новым формациям и так дальше. То есть это уже вопрос сопровождения торговых позиций, о котором я говорю фактически в каждом обзоре. То есть очень важно не только правильно открыть торговую сделку, но и сопровождать ее. Когда фиксироваться частично, когда выходить из позиции полностью, когда происходит отмена сценария. Все эти моменты я рассказываю на курсах обучения и на эти моменты я акцентирую внимание в закрытом телеграм-канале для того, чтобы мои подписчики понимали, что делать с той или иной торговой позицией. То есть если происходит отмена сценария, так и пишу, что ситуация поменялась. Если же у нас рынок добирает торговые позиции в рамках паттерна, тоже об этом пишу, что сейчас происходит донабор торговой позиции и дальше можно удерживать эту позицию и работать в сторону паттерна. То есть паттерн у нас актуален. По доллар-франку эта же ситуация у нас происходит, потому что доллар-франк шарты себя отработал. Те шарты, которые я вам советовала открывать с 21 февраля на прошлом видеообзоре публичном, локально мы себя отработали и дальше продолжаем смотреться вниз. То есть сейчас ситуация у нас не меняется, ситуация у нас добавляется дополнительные дневки до конституционного паттерна. И все эти дни они показывают на то, что можно дальше работать на снижение по данной валютной паре. Дальше, смотрите, новизландский доллар. Ребята, USD, USD у нас сейчас в движении. По новизландскому доллару произошло пробитие ключевого сопротивления в районе 0.6150, закрепление выше. Поджать наверх находится новизландский доллар, дальше только покупки. Пока мы находимся выше 0.6150, дальше ланги. Не удивлюсь, если мы из секущих увидим хорошую реакцию наверх по валютной паре USD и USD в сторону поджатия, потому что фактически здесь у нас не было ни одной хорошей импульсной реакции наверх. То есть ожидая импульс наверх по новизландску, либо секущих, либо еще как-то здесь будем добирать торговую позицию, подтверждая это ланговое движение. Но перспектива у нас ближайшая это сопротивление 0.6245, 0.6265, конституционное сопротивление и выше, в принципе, потому что тенденция ланговая основная, то есть в сторону основной тенденции сейчас продолжает смотреться на новизландский доллар. Если коррекция у нас закончилась, то есть все шансы, есть все шансы для того, чтобы увидеть новозеландец на обновление максимумов месяца декабря. Так, фунт, давайте смотреть, ребят, по фунту, что у нас сейчас происходит. А фунт отлично отрабатывает мою торговую рекомендацию, которую вы от меня получили публично в прошлом видео. 21 февраля, ребят, и торговая идея на покупку по фунт-доллару. Видео есть в открытом доступе на моем YouTube-канале Мария Кухтатрейдер. Если кто еще не смотрел, посмотрите видео, в котором я советовала в виде торговой идеи покупать валютную пару фунт-доллар. Ребят, фунт себя замечательно отработал. В четверг, в пятницу мы хорошо закрыли дневку с поджатием наверх, то есть фунт дальше только покупки. Ближайшую цель по фунту мы достигли. Это максимум 13 февраля в районе 1,2690. То есть ближайшую цель достигли. И продолжаем дальше смотреться наверх до следующей цели. Это 1,2750 ценовая зона сопротивления. В принципе, если будем достигать 1,2750, то есть есть все шансы для того, чтобы обновлять предыдущие максимумы в силу того, что уже у нас произойдет продолжение восходящей тенденции по фунту. То есть фунт-доллар имеет все шансы для того, чтобы дальше двигаться в сторону предыдущей восходящей тенденции, которая у нас сформировалась ранее еще в конце прошлого года. И, соответственно, на обновление максимумов месяца декабря можно рассматривать в такой среднесрочной перспективе валютную пару фунт-доллар. Но пока локально сопровождаем дальше торговую позицию на покупку, которую мы открывали с вами публично 21 февраля. В закрытом канале я фунт-доллар покупала еще 16 февраля. Я вам показывала на прошлом обзоре торговый сигнал по фунту с закрытого канала. И сейчас продолжаю удерживать покупки. То есть сейчас у нас фунт-доллар в движении, отрабатывает лонги, дальше покупки, но свежей точки входа уже не вижу. То есть мы в движении, будут свежие торговые паттерны формироваться по фунту, тогда дальше можно работать на покупку, открывая новые торговые позиции. Сейчас же сопровождаем лонги и цель для роста я озвучила. Австралийский доллар. Давайте смотреть. Валютная пара OutUSD, а вот здесь, ребят, можно покупать. Торговая идея, покупаем австралийц. Австралийский доллар в рамках предыдущего защитного движения, это импульсный рост от 14 и 15 февраля, показал локальную консолидацию позиций с поджатием наверх. Это значит, что этим поджатием, этой локальной консолидацией мы подтверждаем защитные движения лонговые и говорим о том, что дальше австралийцы у нас собираются расти в сторону защиты. Это основной принцип торговой стратегии, то есть двигаемся в сторону защиты, если защита подтверждается. Защитные движения лонговые сейчас подтверждены по австралийскому доллару, поэтому работаем на покупку. Есть у нас здесь две такие зоны поддержки, 0,6540 локальная поддержка, и еще есть поддержка чуть пониже, в районе 0,6530. А выше этих ценовых отметок работаем на покупочку. Можно из текущих покупать, есть все шансы для того, чтобы уже расти из текущих ценовых показателей по австралийскому доллару. Какая цель для роста? Это пробитие максимум прошлой торговой недели. И следующая цель, достигаем сопротивления 0,6610-0,6615. И это конституционный уровень сопротивления, с которого мы обновили предыдущие минимумы. То есть, в принципе, австралийцы у нас показывают неплохую лонговую картину, есть лонговый паттерн, торговая идея, покупаем валютную пару. Австралийский доллар против американского доллара. Ребят, по Форексу у меня все, больше по Форексу сейчас торговых каких-то моментов не вижу. То есть, доллар и иена пока пропускаем, доллар, я против канадца, тоже пропускаем. Если будут какие-то интересные моменты по этим валютным парам, тогда уже буду на следующих обзорах добавлять и эти валютные пары в своем видео. Сейчас давайте будем смотреть металлы, ребят, еще металлы, посмотрим, золото, серебро, что по золоту. Смотрите, как хорошо золото растет. Ну, на самом деле, явно не рынка сейчас по золоту, но тем не менее, тем не менее, ту позицию, которую я озвучила на прошлом обзоре 21 февраля, ребят, это то видео последнее, которое я записывала для вас в среду на прошлой торговой неделе. Видео есть в открытом доступе на моем YouTube-канале Марии Кухтотрейдеры, и в этом видео я вам советовала искать покупки по золоту. Посмотрите, как мы отлично уже растем. То есть, 21 февраля это среда, четверг мы еще проконсолидировались, показав вам локальную внутреннюю дневочку, и пятница уже замечательная реакция наверх. Золото движется по плану, золото движется в сторону предыдущего заходного лонгового импульса, о котором я говорила на прошлом обзоре. Сейчас золото показало локальную консолидацию позиций с удержанием поддержки в районе 20-20, поэтому выше 20-20, дальше работаем на покупку. Если будет откат в рамках пятничного роста, я буду покупать золото. То есть, в принципе, в идеале еще ждут закрытия понедельника, если понедельник закроется внутренним днем по отношению к пятнице, тогда можно будет покупать дальше золото уже по локальному сформированному паттерну. То есть, самодостаточному паттерну, который будет уже полностью сформирован и который уже будет показывать возможность открытия торговых позиций на покупку по моей торговой стратегии. Какие у нас цели? Цели те же, ребят, 20-60 ценовая отметка, это ближайшая цель для роста, я об этой цели говорила еще на прошлом видео. Пробиваем 20-60, дальше будем двигаться наверх в сторону основной восходящей тенденции, которая у нас присутствует по данному металлу среднесрочно. Поэтому такая ситуация по золоту. Ничего здесь не меняется, ребят. И что по серебру? 20 серебро еще смотреть. По серебру здесь я получила убыток один, ожидала роста от консолидации локальной, то есть в рамках предыдущего импульсного роста у нас происходила локальная консолидация. Я рискнула купить серебро еще 21 февраля в моменте, когда мы поджимались наверх. Да, я, в принципе, публично вам тоже говорил о том, что покупки актуальны по серебру, можно открывать лонги. Но видите, как закрыли дневку 21 февраля, то есть ушли на коррекцию. И это уже у нас не консолидационный, а коррекционный паттерн формируется. Коррекция у нас замечательно перекрыта в пятницу. То есть пятница у нас отлично закрылась по серебру, перекрыли вот эту коррекцию, подтвердили актуальность защитного импульса. Это импульсный рост от 14, 15 и 16 февраля. Таким образом сформировали здесь отличный лонговый паттерн. Лонговый паттерн коррекционный, сформированный по данному металлу, полностью уже подтвержден на графике. Пятница у нас закрылась с перекрытием предыдущего коррекционного снижения. Таким образом, показав уже полноценную лонговую комбинацию коррекционную. То есть не с консолидацией, а с коррекцией мы скорее всего будем уходить наверх по серебру. Поэтому торговая идея по серебру. Открываем лонги выше откатной зоны поддержки в районе 22,7-22,75. Можно с текущих работать на покупку с целью на достижение ближайшей ценовой зоны сопротивления 23,3-23,5. И выше пробиваем эту зону, дальше уходим наверх. У нас хорошие перспективы, учитывая трента, учитывая лонговую тенденцию. И учитывая то, что уже никаких глобальных сопротивлений у нас не будет. То есть основное сопротивление это текущие 23,3-23,5, от которого мы сейчас показали снижение. То есть от которого мы сейчас отбились локально. Но я считаю, что на пробой будем уходить. Будем пробивать и эту ценовую зону сопротивления и дальше расти по серебру. Поэтому торговая идея покупка серебра. Можно покупать из текущих. Возможно, еще будем делать локальную коррекцию в рамках пятничного движения. Но, тем не менее, лонги себя неплохо сейчас формируют. И по моей стратегии можно открывать торговые позиции на покупку. Так, ребят. Ну, в принципе, у меня на сегодня все. Каких-то больше интересных моментов сейчас не вижу по рынкам. Если есть вопросы по другим инструментам, задавайте. Значит, пишите вопросы в комментариях. Обязательно буду рассматривать на своих следующих видеообзорах эти инструменты. Если есть что-то интересное, буду говорить. Если ничего интересного нет, то скажу, что сейчас не рынка. То есть вы должны это понимать. Потому что паттерны формируются не каждый день. Паттерны формируются, возможно, 3-4 дня. Возможно, больше. Возможно, неделя-две. То есть уже по факту мы должны смотреть, как действовать. На самом деле я действую от минимального количества подтвержденной информации на графике. И уже каждый день дополнительный я уже добавляю в паттерн. Либо же добавляю, либо же, если происходит отмена сценария, тогда говорю, что произошла отмена сценария, что уже паттерн не актуален. Но это уже, скажем, другая история. Это все нужно понимать. И таким образом нужно сопровождать каждую торговую идею, каждую торговую позицию. Еще раз напомню, что все рынки анализируют по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Ребят, если вам импонирует мой подход к анализу рынков, предлагаю курс обучения. По обучению пишите в личку. Также у меня есть закрытый телеграм-канал с торговыми сигналами. Если интересует сигнал, тоже пишите в личку. Информацию предоставлю. Значит, не забывайте подписываться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер» для того, чтобы всегда получать хороший контент аналитический от меня с анализом основных рынков и основных финансовых инструментов. По моей торговой стратегии защитный трейдинг. Благодарны за предыдущие комментарии, ребят. Благодарны за ваши вопросы. Жду от вас свежего фидбэка, ждут вас свежих реакций. Всем хороших выходных, всем хорошего вечера и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok